2,5 миллиона рублей в этом году было выделено Управлению природными ресурсами Бердска для благоустройства городских рощ. К настоящему времени проведены работы по уборке от грязи и пыли с помощью техники, а также вручную. Срезаны ветки и поросль, вывезен мусор, покрашены малые архитектурные формы и урны. Проведена противоклещевая обработка в рощах. Завершающими стали работы по спилу аварийных деревьев, а их порядка 60 штук. В этом году нам выделены средства на уборку аварийных деревьев, разыгран аукцион. Победители аукционы, организация, производят вырубку именно аварийных деревьев. Я повторяю, идет вырубка сухостойных деревьев, представляющих опасность, аварийных и тому подобное. Здоровые березы никто не трогает и не в наших интересах их трогает. Нам обезопасить людей от аварийных деревьев, которые представляют угрозу. Вот эта береза, которая производит вырубка, она наиболее показательная. Вы видите, какое дупло, она уже пустая внутри, а с виду здоровая, красивая деревьев. Если это дерево упадет, то лучше не надо, лучше мы их и уберем. Отметим, что некоторые жители были возмущены вырубкой, как они утверждают, здоровых деревьев у них под окнами. Специалисты их успокоили. Мы благодарны жителям города Бердского за внимательность, за бдительность. Действительно приятно, что идут звонки, люди беспокоятся. Но со своей стороны хочу всех успокоить. Вырубка ведется официально. Повторяю, вырубаются исключительно аварийные деревья. То дерево, которое визуально видно, что оно опасное, мы убираем такие. То есть лишнее мы не трогаем. Да, есть деревья, которые потенциально, ну вот дупло, допустим, дерево стоит. Ну, возможно, в скором времени его придется убирать. Даже в жаркий день в рощах немало отдыхающих, которые крываются в тени деревьев. Горожане с пониманием относятся к проводимым работам. Если старые деревья, я считаю, что их необходимо спилить. Потому что они все-таки какую-то опасность предоставляют. Особенно для детей, тем более здесь парк. В нынешнем году предусмотрен спил аварийных деревьев только в четырех рощах города. На Красной Сибири – 120, Лунная – 11, за Дворцом культуры Родина и у 12-й школы. Причина – нехватка средств. По этой же причине не будут выкорчеваны и пни. Выкорчевка пней – это другая статья расходов. И, к сожалению, она не заложена. Вырубка. Выделят деньги на выкорчевки. Будем выкорчеваны. Сейчас наша задача – обезопасить людей от аварийных деревьев. Работы по благоустройству городских рощ в этом году проводятся впервые и уже заметны результаты. В будущем, при должном финансировании в ряде рощ, будут заасфальтированы дорожки и установлены малые формы. Редактор субтитров А.Семкин